итак я некоторое время уже попользовался телефончиком пока еще не перепрошивал так как руки не дошли вот предпособыл для него китайский чехол такой самый простой просто карман что могу сказать значит давайте проведем антуду тест чтобы показать собственно какие он там набирает результаты этот телефон в принципе это везде можно найти но так как здесь мы вживую все проведем то запустим сейчас собственно и проведем набирает там что-то около 12000 вот 12305 ну как бы вот давайте что могу рассказать на еще пока пока что поводу камеры на дефолтной прошивки от марта в принципе нормально то есть я очень сильно сомневаюсь скажем там какой-то прошивки gravity мод на который я собираюсь переживаться будет как бы намного лучше то есть вот может меньше этой розовости но я ее особо не заметила на дефолтной прошивки далее по играм в принципе но много игр я не устанавливал такие требовательные установил которая запущу после теста то есть real racing 3 там meet for speed most wanted и там еще более простеньких игрушечек две штуки вот все идет нормально то есть играть спокойно можно правда естественно телефон как и любой другой нагревается при этом потому как нагрузка на процессор идет батарея сколько держит ну как бы будучи новый держит у меня лично с довольно таким расслабленным так сказать режимом держит около двух дней то есть но мне еще ни разу кстати не разряжалась до конца то есть в конце второго дня ставлю на зарядку ну потому что уже краснеет как бы индикатор что типа надо ставить на зарядку вот то тогда ставлю собственно заряжается довольно быстро заряжаю его только от usb ну потому что все-таки это стрёмно заряжает от этих китайских зарядников которые могут спалить все что угодно поэтому я такие не от розетки стараюсь заряжать от usb по поводу интернета хотел бы еще сказать мне так повезло что короче ну повезло в кавычках что я являюсь абонентом мтс и в беларуси и это единственный оператор который почему-то не знаю по какой причине не работает в 3g с именно этим телефоном возможно как бы ну не только у меня естественно у всех возможно как бы есть такая догадка где-то читал что связано это с процессором мтк 6589 новым этим четырех ядерным может быть поэтому хотя я грешил сначала на то что мтс может в каких-то не работает частотах или что-то в этом роде но тут такое дело что как бы остальные операторы в 3g работают нормально с этим телефоном я реально проверял welcome 3g ловится и естественно быстрее работает чем 2g как бы на мтс вот но мне пока приходится пользоваться 2g не знаю или перейду на другого оператора или мтс звонил там собственно ну как всегда не сказать ничего толком не могут типа траляля приходите там в сервис центр ну короче это херня вот ну как бы вай фай ловит нормально хотя нужно сказать чуть хуже чем мой старый galaxy is так вот видите интересно только что тест закончился как вы могли заметить и выдала почему-то результат меньше на 11758 чем был в прошлый раз в прошлый раз и возможно просто без карты памяти проводил поэтому и был больше результат естественно более правильный он именно без карты памяти тоже карта памяти там ноунеймовская тоже китайская как бы я не знаю скорость у нее там ну короче я знаю там чуть меньше чем четвертый класс но тем не менее лучше короче без карты проводить и так ну естественно это отличный результат на мой взгляд для аппарата за 200 там чем-то баксов да потому что например брендовый galaxy is но естественно не того уровня но тем не менее он там набирается в antutu что-то около 3000 но естественно это совершенно несравнимо вот но что тут еще можно так результаты вот информацию об устройстве можно посмотреть кстати по-моему сам даже не смотрел что там за информация пока никакой информации и не вижу ну вот собственно те чили в 8 тех или поизводу производитель cpm tk 6589 частота 1209 мегагерц разрешение экрана 720 на 1280 1600 п десят кто тутã чилл operationлючен Ohio то есть теперь вот там наruktуры гэ generalized камеру все-таки определяет как 12 6 мега пикселей но это является интерполяцией с 8 потому что 12 точно никак нету вот ну в общем то вот так вот теперь что я могу а могу показать все фотографии которые получаются на камере на этой например вот вчера сфотографировал радугу в принципе тут на видео будет наверно не очень хорошо видно так у меня автоповорот выключен там по моему то есть видите все плавно так довольно листается это вот фотографии с концерта довольно размазанные получились пленку я кстати на экран пока никакой не надевал что он царапается пока сказать не могу ты фотографировал galaxy s1 нас с настройками другого концерта фотографии так это личные фотографии то в машине вот кстати по поводу видео хотелось сказать видео записывать нормально то есть не хрипит на вот например на концерте запитал видео ждал что будут там место звука хрип но тем не менее записалась нормально сейчас ради интереса просто включу ну то есть видите как бы естественно качество не очень но тем не менее хрипов нету меня именно это интересовало вот солнечный день фотографировала загнав принципе я никакой особой розовости не заметил не знаю где она там может есть как бы иногда экран сам сам экран как бы немножко вот на как бы белом 3 на уходит в розовый но я не знаю муж мне это кажется поможет и нет но что-то такое есть так давайте сейчас запустим тогда пару игр так то ну как я уже говорил то дефолтная прошивка например real racing можем запустить он небольшим шаманством запустился там нужно было настроечки специальной как бы утилитой поставить на не на максимальные короче там на средние или на нормальные что-то в этом роде там запустился короче говоря так запускаться как-то отказывался вылетал там чё-то ну то есть я не могу сказать что это шаманство там и много каких-то малибуляций потребовалось просто поставил еще одну а пока шку и собственно все запустилось играет как бы без тормозов вроде бы ну если считать что это одно из самых таких тяжелых приложений под android modern combat это или как он там я его не ставил потому что я попробовал каждом не качался короче там нужно было больше намного телодвижения производить и после чего я забил на это дело вот и решил что будет достаточно прошу для демонстрации как бы real racing потому что я думаю по требовательности они примерно одинаковые потом еще запущу метро спит может вот загружается трасса так максимальный разгон булочка все дела давай уже поехали так ну вот повороты тут производится наклоном экрана что кстати крайне не люблю превращается в не игру в какой-то на игру для имбецилов сидишь короче с таким кирпичиком и странных сторону его переворачиваешь нечто странное согласитесь так смотрю с фокусировался экранчик уже гонка завершена гениально хочу это было загон ладно пофиг главное что как бы мы увидели что работает да вроде интересно смотрю с фокусирована была камера можно еще разочек повторить например давай далее 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 это видимо какой-то типа как дрифт или чё в общем вы поняли все работает подставить теперь запустим что им другое так что давай другое я всегда не люблю выходить из этих игр столько манипуляции нужно произвести одну кнопку нажал еще да точно точно хочу выйти так теперь никто спит мост он тут в принципе мне показалось что это игры вообще на одном движке скорее всего так оно и есть немножко разные геймплеи видимо я особо не вникал такие тяжелые игры на самом деле на телефонах не люблю то есть качестве бенчмарка потому что на телефоне как бы нужно что-то такое лайтовая ну как по мне то есть он тут вообще без каких-либо манипуляций запустился то есть просто скачал кэш установилась это крышка скачался крыш и собственно запустился загружается фэйр хэйвен масл кар масл карты хорошо о чем-то в часах это такая более зрелищная гоночка естественно более аркадная как и все нет форспиды давай. повороты здесь также производится Надо куда-нибудь врезаться и закончить на этом. Надо эпично врезаться. Но это не эпично было. В стену куда-нибудь впечатать это желательно. Это тоже не эпично. От ни одной стены везде от отбойников поворачивать можно. Мне кажется с каждым годом игры становятся... Ну скоро они будут играть сами в себя. То есть участие игрока вообще не нужно будет. Потому что даже сейчас как бы не нужно нажимать даже ни на одну кнопку. Это же такая деградация на самом деле. Лобовое столкновение. Так и еду. Короче... Ну нафиг. Выходим. Ну то есть как бы тоже все работает. Все окей. Что еще могу показать. Вай фай как ловит например. В общем тут никаких секретов нету. Так ну например тоже сейчас дико популярная игра. Кстати не могу понять почему она такая популярная. Тоже очень примитивная. Но тем не менее. Людям нравится. Поставил, побегал. Вот такая естественно более простая. Собираем монетки. Бежим короче по какому-то метро. И цель не врезаться. Короче в какие-то препятствия. Вот так вот. Ну или вот так. То есть тоже работает. Короче. Короче. Видите как бы. Приложения работают. Скажем так. Тем временем вай фай уже подключился. Можем посмотреть например. Инстаграм. Ну то есть. Посмотреть насколько быстро скажем так. Обновляются кадры. Потому что. На дефолтной прошивке. ФПС зашит на 30 кадров в секунду. Что меня тоже немного бесит. И. Ну. По мне это можно видеть в опере. То есть. Я на своем galaxy ace намного быстрее серфил. Чем. Ну в опере мини. Чем вот на этом телефоне. Хотя вы понимаете что galaxy ace. Здесь. Не такой мощный. А здесь вот например. Вроде как. Ну. Есть подтормаживание. То есть. Сейчас покажу. Вот. Открываем например. Live journal. Открываем например. Банану. То есть. Ну. Как. Какие то вот. Такие небольшие подтормаживания. Когда там. Закрываешь страничку. Открываешь. То есть. Вот. Вот видите. Она уже закрывалась. Ну вот. Это заняло несколько там. Каких то секунд. Миллисекунд. Это бесит на самом деле. Когда привык. Вот. Вот. Сейчас было немного подтормаживание. Такое. Вот сейчас. Закрываем банану. Видите. Она не мгновенно закрывается. Закрываем ВКонтакт. Ну. ВКонтакт мгновенно закрылся. Может от самой оперы зависит. Не знаю. Но мне кажется это вот. Частота кадров здесь имеет. Какое то отношение к этому. Так. Что еще я могу показать. Ну. Еще несколько игр. В принципе уже. Бессмысленно их показывать. Так. 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 Маркет. Все работает. Как бы. Ну. То есть. Вот таким вот образом. Примерно. Выглядит. Дефотная прошивка. От производителя. Я собираюсь ставить. Gravity Mode 2. Где использована. Как бы. Android 4.2. На последней версии. Gravity Mode. И внесены там поправки. То есть. Разлучен FPS. Камера не розовит. Ну. И прочие. Более мелкие детали. Вот. Ну. Собственно. Именно для этого я сейчас это видео снимаю. Чтобы уже потом перепрошиваться. Ну. И. Видеть. Как вот. Собственно. Дефолтное было. И потом можно будет сравнить. С. Gravity Mode. Вот. Ну. В принципе. Больше рассказывать особо нечего. Вроде все рассказал. Как бы. Skype. У меня нормально работает. Многие говорят. Что почему-то он там. Какой-то кривой. Не логинится. Насколько я помню. Он у меня вполне нормально запускался. И логинился. Правда. Занимает некоторое время. Особенно. Вот. Через 2G. А не через 3G. Это вообще. Как бы. Печальная история. Тем не менее. Сообщениями обмениваться можно. Какой-то. Короче. Это походу будет долго. Надо было Wi-Fi не отключать. А нет. Вроде. Вот уже. В сети. Написал. Ну. Продолжает крутиться. Давай. Продолжай. Ну. Вот. Собственно. Видим. Вот. Контакты. Как бы. Нормально залогинился. С первого раза. Не знаю. Кто там. Жаруется. Что не логинится у него. Ну. Возможно. Такое бывает. Я за всех. Говорить не буду. Но. У меня все нормально. Так же еще слышал. Что. Очень хорошо. Ломается. Крышка. Вот здесь. Вот. Если ее часто открывать. Ну. У меня пока. Не сломалось. Не знаю. Собираюсь. Заказываю себе. Бампер. Для него. Такой. Пластмассовый. А. Выходит. Из сети. Он. Что-то. Как-то. Долго. В принципе. Как я уже сказал. Да. Вроде. Уже. Все. Рассказал. Больше. Больше. О нем. Сказать. А. Еще. Можно. Принципе. Показать работу. Как он. ПДФ. Собственно. Показывает. Ну. Тут. В принципе. у меня довольно маленький. ПДФ. На. Три метра. И. В принципе. Он. Не. Предназначен. Для чтения. Мобильных. Устройствах. То есть. Полноразмерный. Такой. Вполне. Нормально. То есть. Отдаление. Естественно. Какое-то время. Ему нужно. Чтобы. Прогрузить. Эти. Большие. Страницы. Потому. Как он. Не. Предназначен. Для мобильных. Устройств. Устройств. Ну. Все. Вполне. Читабельно. Это. Инструкция. Для настольной игры. Вот. Еще раз. Лесну. Можешь. Что-нибудь еще. Вспомню. Но. Судя по всему. Наверное. Уже. Ничего. И. Не. Вспомню. Ну. Потому. Что. Уже. Все. Показал. В принципе. С новой. Прошивкой. Небольшой. Обзорчик. С кастомной. Прошивкой. Потому. Что. Хочется. Попробовать. Другую. К тому же. ФПС. Этот. Разлучен. Ну. Вот. Таким образом. Выглядит. Дефолтная. Прошивка. Один. Попробовать.